Речь идет об облогах Вико-Исторического музея в Москве. Они относятся к коллекции в городе Орлова, потом как известная фамилия Орлова, известная Беккатерина II. К этой коллекции примерно 4 тысячи облогов, из них почти тысячи итальянцев. Существом 2-а аллогровы в Дибири, в каста ракфолта, и у него есть очень важный момент, который будет в виде ручиута. А, Малево! Паркедерэ А8. Прикория, как мы видим здесь. Продолжение следует... 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 Не сводит предыдущий письмо к нему, он пишет свою биографию. Продолжение следует... 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 То есть Вика говорит о самом конте, как приятно, что он взялся пропагандировать его сочинения и в Италии, и во Франции, и в Англии, и приводит какие-то конкретные факты, наверное, еще, чтобы не можно обращаться и с Францией, и с Англией. И, в прочем, что Вика висит в этой лете, по поводу того, что он спросил, когда в Италии, потому что Вика висит в миси, и в Италии, и в Италии, и в Италии, и в Италии на самом деле, Это была Suаа Сула. И Вико променит от Геи, а че ингерсия. И так далее, по своему вопросу. Это тоже сына. Эти пары,enary, представитель clairскостью, как будетard иметь... Расскрик sextant, как и оригинальная страта, и мама вошла в Франции. И пары, hangи, дарестанта. Субтитры создавал DimaTorzok 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 учебные создания пред presentаты исследований, то есть häufаках по и еще разministerкиваются в целом, когда говорим о различных искусах, и в Bild過, и д past, и в течение — в Seo. И тут сам patreon. У Ferوق, в целом, когда человеком Bol vesselsesseve отношении к ст ем addys succesо на самом деле издается гуманов илиose петчи convenющей. Однако опасно они, в их неопитании, естественно, в их неопитании, в их неопитании, они едят в их неопитании. У нас взаимодействие в народной страны, которое привлекло очень много, что во всём таком релизаторий и сомневоематоре, и circularrepresentательное, можно сказать, мы использованием «сомашин» со статус времен. Я использую с релией, которая использовала с статус времен, с льсами со статус временами, образовавшейся, которая там умерла, что внутри развития, В этом случае, я думаю, что иначе, что объясняют, обновленные исторические истории, обновленные биографии с международными действительно литературными вопросами. Но я не могу, но я не могу. 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 Продолжение следует... Ecco, questo interessa sempre la storia della critica letteraria, è il 600 barocco che, oltre a porre in primo piano l'assiologia del nuovo, di cui dicevo prima, la novità, che non è un criterio classicistico, perché il classicismo non vuole l'assiologia del nuovo, il criterio classicistico è esquisitamente retorico sull'invenzione, poggia sull'invenzione. Quindi la novità è un valore tipicamente barocco, ecco, il 600 dà inoltre all'istituzione letteraria una forte spinta in direzione dell'attenzione alla ricezione. Il classicismo in poesia, infatti, non spinge verso la ricezione, vede un equilibrio tra autore e testo, tra autore e opera. Le istanze dell'autore e del testo sono in una sorta di equilibrio. Il lettore, o ancora l'ascoltatore, qui possiamo, posso ricordare quando diceva il professor Lomonaco a proposito della sonorità, dell'oralità, con il farglielo detto Vico, comunque il lettore e o ascoltatore diventa centrale con la poetica della meraviglia, col concettismo, anche con il tesauro, con l'arguzia, ma anche con la stessa interpretazione di matrice, certamente aristotelica, della metafora, che vede un'attività, appunto, molto intensa dell'ascoltatore, una pragmatica, diciamo così. E quindi è l'attività del lettore e dell'ascoltatore che vengono messi in primo piano. E nel 600, e quindi io sono consapevo dell'anacronismo, nasce la teoria della ricezione, cioè il sistema letterario classicistico comincia a incrinarsi, ad esempio, attraverso questa idea della centralità dell'ascoltatore, non più dell'autore e del testo. E Vico, certamente, tutto questo l'ho assorbito. In questo sguardo lucido, in questo sguardo lucido che dirige al sistema culturale, al sapere, la conciliazione irenica proposta nell'interazione, però, non può che mostrare un certo, un equilibrio un po' precario. Infatti, avvertiamo, a mio parere, in moltissime pagine di Chiano, un contrasto forte tra questo quadro e la serietà del progetto del pensatore, di una scienza inclusiva e solida. Una scienza ereditata, per esempio, dal sottore Bacone, di una nuova sintesi di tutto il sapere umano e divino, di un albero del sapere ben piantato nelle viscere della terra, ecco i rami che aspirano al cielo. È uno sguardo, quello di Vico, uno sguardo sul sistema letterario, chiamiamolo così, anche se è una parola un po' varia, cosa vuol dire letterario in questo momento, non è ancora chiaro, lo è, ma forse sta già cambiando adesso. E' uno sguardo locale, internazionale, trova espressione alquanto interessante nel suo pistolario. Qui vediamo che il pacato equilibrio del derazione viene decisamente meno e domina piuttosto l'antitesi, la forte biforcazione tra una solidità intellettuale perseguita e perseguitata, concedetemi il gioco di parole, perché c'è questo atteggiamento un po' del perseguitato, molto spesso nelle lettere di Vico, da un lato. E dall'altro, da una parte questa solidità e dall'altra la fatuità, se non uso una parola di Vico, infinga d'argine, del milieu degli intellettuali della sua città e in generale del suo secolo. Per esempio, nella nota lettera al padre Giacco del 1725, non la leggiamo tutta perché è lunga, ma è abbastanza nota, è una delle lettere anche più celebri, appunto ho sottolineato alcuni lemmi, alcuni momenti che mostrano proprio bene questa vehemenza. Questa vehemenza, infatti Andrea Battistini ricorda che questo è proprio uno dei passi più vehementi del Vico, dove la retorica posta al servizio dell'indignazio, incubita da violente immagini di dissoluzioni di morte attinte al repertorio barbarotto. E qui lui sta dando un quadro del sistema culturale di Napoli e non solo di Napoli, del suo tempo. E una fortissima istanza moralista, in senso non necessariamente deteriore, ma comunque, vedete, questi intellettuali che si marciscono, la parola marciscono, subito ci rinvia alla barbarie ricorso, marciscono agli ultimi civil malori. Qui troviamo proprio la semantica della barbarie e della riflessione. E le tene, le tene, questi chiaroscuri. Insomma, è un gusto, da una parte è un passo veramente, che mostra questa condanna decisa di quello che sta accadendo nella sua, nel suo, nel suo, nel suo, nel suo momento storico, nel suo contesto. Dall'altra, osservo, da pubblicista stilistico, queste Stimmungen, queste tonalità, molto, molto macabre, molto coupe, violente immagini di dissoluzione di morte, dice Battistini, attinte al repertorio barbarotto. Ma vedremo anche, spero, altri passi vicchiani in cui il nostro delinea un quadro, altrettanto, a tinte e foschi. E inoltre, altri passi vicchiani in cui vediamo, questa, diciamo, sociologia del gusto contemporaneo, sono, sono frequenti. Per esempio, ricordo un passo della lettera alla scritta, sì, al padre dei vetri, al gesuita padre dei vetri, in quel momento a Roma, censore, revisore di libri, eccetera, il 20 gennaio 1726, e quindi a pochi mesi dalla vicenda del mancato finanziamento della scienza nuova. Certamente noi dobbiamo leggere anche queste lettere sullo sfondo biografico, perché questa indignazione ha anche a che fare, a Zello, questa difficoltà con la prima scienza nuova, questo mancato patronage da parte del Corsini. Sì, questa è la metafora del cibo, appunto, che avevamo già visto 15 anni prima, 16 anni prima, 17 anni prima, nell'Erazione, per tutte quelle parti dello scivile inoverate, si vede apertamente la necessità che ha il nome di Letter, di oggi di ascendere al genio del secolo, vago più di raccontare, insomma, ciò che gli altri seppero, che approfondarsi per passare oltre, e in difetto anche di questi si fatti autori, per non languire le stamperie, si sono ingegnati di allettare il gusto delicato e nauseano del secolo, ristampando libri con un sommo lusso virale, con le più vaghe delizie dei bulini, e con pompa, spoggiantissima di figure, tal che si fatti ristampe, sembrano immigliantissime le salse, quest'oggi introdotte, che allora si condiscono più saporose, con sulle portate, devono si bagnare le cani più e più trattassate. Il vico è l'arte della stampa, per citare un vecchio contributo. La metafora mangereccia l'abbiamo ritrovata, l'avevamo già vista nell'Erazione, ma cogliamo anche una nota problematica che tutti gli studiosi vico subito hanno colto, già che il vico altrove si è proprio vantato, egli stesso, della sontuosità delle proprie edizioni. Il Caraffa, che presenta, effettivamente, di cui non si vanta, anzi la mente e la fatica che gli è costato, ma presenta frontespizio in rosso e nero, antiporta inciso con il ritratto di Catale, lo stesso comitè, insomma un libro di lusso, il Caraffa è un libro di lusso. Il ritratto di Caraffa con lo sfondo una scena di battaglia, le testate con panocli, iniziali figurati, eccetera, il tutto inciso da Giuseppe Magliari, ma anche l'orazione, l'orazione, il morte di Angela Cimino, la collerica marchesana di Petrella, la cui veste editoriale è autolodata nella vita, o comunque di cui lui dice, va in una raccolta, un quarto di foglie ingegnosamente magnifica, dove le prime lettere di ciascun autore sono figurati e il reno con emblemi ritrovati dal vico calurano subietto. Quindi questa, vedete, questa anche, non dico contraddizione, ma comunque questa tensione, chiamiamola tensione, tra alcune affermazioni che sono senza altra spinta dalla sua forte istanza morale, appunto, e dall'altra parte che descrive un quadro sociale dall'altra, poi, quello che lui fa nella vita. È un'altra problematica, appunto, che percorre i suoi scritti. Anche nella lettera Gerardo degli Angeli, la lettera sudante, la famosa lettera sudante, vico non manca di non c'è il suo giudizio sul contesto letterale contemporaneo. Anche questi sono passi celebri, mi vinto semplicemente a ricordare la vostra memoria. Troviamo stilemi ricchiani, comunque, i tempi assottigliati, subito, la memoria ci porta la scienza nuova, i soli, i rigiditi. Ecco, il Gerardo degli Angeli si trova in un tempo così astratto e assottigliato, invece lui è portato ad avere un ingegno, una fantasia, una memoria, ancora, ancora dei tempi, dei tempi in cui la ragione spiegata non si era ancora configurata. Aveva vissuto nelle solitudini delle selve, insomma, c'è questo tentativo un po' encomiastico, un po' anche sincero, di leggere la figura poetica espressiva di Gerardo degli Angeli alla luce delle scoverte della scienza nuova. E quindi qui abbiamo, che cosa? L'idea di poesia richiama, su cui non è caso, di soffermarci. Poiché, soprattutto, non per altrui avviso, fattene accorto, ma per lo vostro stesso poe, vi compiacere, leggete Dante contro il corso naturale dei giovani, quale per il bel sangue che ride loro nelle vene si direttono di fiori, da concezzi, da menità, e voi con un gusto austero, innanzi gli anni, gustate di quel divino poeta che le fantasie di Riccardo oggi gli sembra incolto e ruido, anziché no, mostra una poca ricezione non ottimale di Dante nel periodo dell'Arcadia. Ecco, ricordiamoci il contesto in cui siamo, l'Arcadia. E dagli orecchie ammorbiditi da musiche femminate, termina, anche questo che ricorre molto, piuttosto, nella lettera, due o tre volte, suona una sovente fiata in soave, bene spesso ancora, dispiacente armonia. Il contesto le fu dato del melancolico, per il coraggio, alla teoria degli immuori. E le deduzioni che Vico trae da questa situazione, dal carattere di Gerardo e dalla situazione contemporanea della poesia e da questo contrasto che si pone, è questo, che i primi scrittori dei novelli di Omi Volgari furono i rimatori provenzali, siciliani e fiorentini e la loro volgare, dagli spagnoli si dice tutte le lingue di romanzo, a quei quali i primi conti furono i romanzeri. Questa sembra una postilla secondaria, più importante senz'altro, così Dante, fornito di poetici favellari, impiegò il colerico ingegno alla sua commedia, nel cui inferno spiegò tutto il grande la sua fantasia, inarrando irei implacabili, delle quali una, e non più, fu quella di Achille, e dimembrando quantità di spietatissimi tormenti come appunto nella fierezza di Grecia Barbara. Omero descrisse tante volte, atroce forme di fierissime morti avvenute nei combattimenti dei troianico e greci, che rendono inemità la sua elia, diventando tante atrocità risparse nelle loro favole, che in questa nostra umanità fanno compassione e da allora cagionavano piacere negli uditori, come oggi gli inghilesi, poco ammolliti dalla delicatezza del secolo, non si dilettano di tragedie che non abbiano dell'atroce, appunto, il quale il primo gusto del teatro greco a un quartiere fu certamente degli affari ceni di testi delle impie strage. Allora, molto interessante perché, a parte l'etimo, diciamo, il postile etimologica, che ci ricorda lingua di romanzo, il genere romanzo-romanzieri, che bisogna capire cosa intende l'ico qui per romanzo-romanzieri, di nuovo si sofferma sulle tinte fosche, cui accennavamo prima. Lo fa mimeticamente, con uno stile, con alcune opzioni stilistiche che imitano, appunto, queste tinte fosche, anche attraverso l'alliterazione, sarebbe da fare un'analisi ben più distesa, da questo punto di vista. La considerazione sugli inglesi, che cosa ha letto Shakespeare? No, probabilmente no, il teatro elisabettiano, sì, che amano l'atroce, che amano, appunto, le tinte fosche, gli inglesi. Però io vorrei ricordare che Vico, in questo momento, si riferisce agli inglesi, ma gli inglesi in questo momento stanno inventando la moderna ipopea borghese, cioè stanno inventando il romanzo che nasce, ricordo una data sola, nel 1719, Londra, Daniel Defoe, Robinson Crusoe. Cioè, è il momento in cui si afferma quel genere, che è il genere, diciamo, dell'illuminismo, diciamo, della modernità letteraria, perché, a parte Don Quixote, non esisteva prima un genere così, non esisteva nel sistema letterario, nel senso attuale, un genere qui. Nasce, appunto, il genere di appartamento, come direbbe De Benedetti, il genere delle sfere mute e invisibili, come direbbe Baktini. Cioè, il genere che poi porta davvero verso un tipo di ricezione di esperienza letteraria completamente nuova, inedita, rispetto al classicismo. E tra l'altro, Vico, nelle poche occasioni che lo nomina, non manca di un deire. Perciò non piacciono i libri che i quali, come le versi, si lavorano sulla moda, ecco, altra parola che nelle sue condizioni, la moda. Ma questo spiega un uomo socievole, sopra le sue penne. Lui vuole spiegare. Gli scrittori che amano vivi o dire, gridarsi i loro nomi con una gloria tempestiva, accoppiare l'utile, far guadagno dei libri, indirizzano le penne al gusto del secolo, perché più speditamente volino a seconda del tempo. Ed in vero sarebbe materia degna di tutta l'applicazione di ingegni, ben informati dai particolari della Repubblica di Lettere, di scrivere sulle occulte o straniere, cagioni della fortuna dei libri. Qui Vico davvero in mente una sociologia del gusto, una sociologia della letteratura sulle occulte o straniere, cagioni sull'orizzonte d'attesa, per ricordare ancora il corso. Ecco lo sguardo appunto sull'orizzonte d'attesa, dove l'indagine attorno alle occulte, straniere e cagioni delle fortuna dei libri configura uno spazio di esplorazione, per esempio, potremmo dire con Roger Chartier, dell'ordine dei libri. Ecco, questo sguardo è assolutamente moderno, non è più classicista, è assolutamente oltre l'ombra, diciamo così. E prosegue Vico nella sua lettera all'esperto e cerco di voglia alla conclusione. Ecco il motivo del mio titolo. Il Gassendi ritrovò il mondo tutto marcio in amore di romanzi e in languidito in braccio di una troppo compiacente morale e vivo udì dappertutto celebrarsi il suo nome di ristoratore della buona filosofia. Perché è di un sistema che fa criterio del vero senso, di cui a ciascuno piace il suo e pone il piacere nel corpo, perché non vi altro per epicuro che va nel corpo, l'umano e la città. Capisce? Qui i toni sono dell'invettiva, dell'indimunazione e questo marcio, altro termine che abbiamo visto prima nel vero marcia, nell'ultimo civil malore, eccetera, è amore di romanzi. Quindi vediamo qui la condanna evidente del nuovo genere che sta arrivando ed è davvero il segno del cambiamento della Repubblica delle lettere. Come ci suggerisce Andrea Battistini, conscio del proprio valore, dico non poteva trovare in sé le colpe del suo isolamento, ecco perché la sua diagnosi finisce per addossare ogni responsabilità alla cultura, dice Battistini, di stampo cartesiano, ancora dominante in Napoli, ma aggiungiamo anche questa frastagliata produzione più o meno amena. E i toni si fanno davvero aspri, le sue lettere davvero hanno questa forte impronta polemica. Resta il fatto che ha più riprese, ecco qui vorrei giungere davvero alla conclusione cercando di chiudere. Vico però rispetto a questo genere di cui in fondo possiamo dire che non gli importa niente, non può importare niente, nel senso che anche se lui attraversa molta produzione letteraria amena, d'altra parte ha ben altri interessi. Però la sua concezione della poesia da un lato e dall'altro, il suo modo di scrivere, qui parlo proprio come secondo, diciamo, un'idea della stilistica di Fubini, di Auerbach, eccetera. Cioè il suo stile è uno stile che è dentro questo grande alvelo della tradizione letteraria che entrerà anche nel genere romanzico. Cioè il gusto accalorato, vemente, truce, che ha radici antiche certamente, se ne serve come mezzo persuasivo. È una brutalità espressiva possiamo dire. E comunque l'utilizzo di oltrazismi lessicali e tonali che lui appunto usa per smuovere con forza la risposta dell'ascoltatore. Cioè è funzionale, è retoricamente funzionale, è persuasivamente, è funzionale la persuasione. Ecco, questo stile, questa brutalità espressiva mostra tracce di letture di autori latini prediletti, Seneca, studiato da Claudia Pandolfi, ma anche altri, certamente. Voglio ricordare, per volgere alla conclusione, la seconda orazione inaugurabile, 18 ottobre 1700, che è una orazione diversa dalle altre, si distacca dalle altre, perché innanzitutto viene, lui la dedica, la invia a manoscritta, allo 18 ottobre 1700, lui la invia nel 1708, il primo dicembre, a Marcello Filomarino, sperando che Filomarino possa pubblicarmela. Ma è poi ancora particolare questa seconda orazione nel suo destino editoriale, perché in effetti fu la prima stampata nel 1823 dal Marchese Carlo Antonio Villarosa, nel quarto volume di suo editore. Allora, in questa seconda orazione, l'inaugurazione dell'anno accademico, per convincere gli sceltissimi adolescenti, lectissimi adolescenti, che nessuno, e questa è la tesi di quest'anno, nessuno è nemico più pericoloso, più avverso al suo nemico di quanto lo è lo stolto a se stesso. Vico compro in una narrazio che ha delle tinte non fosche, foschissime e cruentissime. Ecco, mi dispiace perché non possiamo leggere, perché il tempo è scaduto, e non posso neanche leggere la traduzione che mi è stata fatta da Visconti, ma davvero siamo in un clima... Allora, innanzitutto è una narrazio, è una narrazio in cui invita a immaginarsi il quadro delle più stragi più cruenti, del sangue più... insomma, alla Tarantino, alla Quentin Tarantino, per capire di cosa stiamo parlando. Quindi, non posso, davvero perché so che sto andando troppo, oltre, è un quadro di orrore, di gusto sublime, di gusto torbido barocco, di senechismi, ci sono certamente tanti componenti che compongono questo tessuto stilistico, resta il fatto che questo preso, estrapolato dal contesto di orazione di Buran potrebbe benissimo essere letto all'interno di un romanzo dell'epoca. Ecco, come conclude, come conclude, Bicco, questa attorazione fino a... Ah no, scusate, volevo dire questo, che questo, in sintesi, quello è un amplificato, questo è una meiosis, lo troviamo, qualcosa, c'è l'eberico passo che poi ha certamente rimasto a memoria di tutti gli italiani che hanno studiato Foscolo, perché è il passo che resta nei sepolchi del Foscolo, questo è, immaginatevi, che è una strategia retorica, immaginatevi che cosa succederebbe se ci fossero i corpi in sepolchi. Quindi, che cosa posso, per concludere davvero brevemente, che queste, certamente rimane strano agli amori marci dei romanzi, certamente la sua è una forza pedagogica, morale, un'istante, ripeto, dell'etica, che sospinge le sue strategie espressive e stilistiche, ma non può separare sicuramente, poi nella sua prassi, la scrittura letteraria, quella che diventerà letteraria in questo periodo, dalle sue severe meditazioni. Dopo il passo, diciamo, da romanzo, consentite, ma abbiamo le testimonianze dall'antiquaria, dall'antiquaria di cui abbiamo scelto parlare, dai viaggiatori negli altri mondi, e infine la conclusione da parte di Seneca, della massima di Seneca, la massima di Seneca con chiude quando discorriamo dell'immortalità, e presso di noi un motivo di importanza, noi abbiamo il consenso di uomini che potemano andare al di là o di credere, e anch'io di condividere questo convincimento comune. La massima di Seneca chiude il lungo periodo, intrecciato dalle ipotattiche, dagli innesti di temporalità, che sono cronologie diverse, prospettive, spazialità e generi testuali, e nell'onnivora accoglienza della scienza nuova, il quadro fantastico e la memoria degli autori convivono, insieme ai viaggi antrooceano, sia pur solo letti da testimonianze di un secolo prima, non diversamente da quanto avviene mutatis mutatis nel mondo dei romanzi. Grazie. Anticipando voglio dire che sarà dedicata ad alcune sfumature, si può dire ad alcuni motivi non troppo espliciti dell'argomentazione di Chiara, marginalizzata da Ricco stesso, visto che Ricco, nell'ultima scienza nuova, nella scienza nuova del 44, ha escluso proprio questo programma che vedete adesso, uno studioso autorello di Chiara, Paolo Rossi, ha fatto osservare una volta che solo due autori della seconda scienza nuova, non entrarono nell'ultima scienza nuova, sono proprio Tommaso Berlert e Van El Monte, e vedremo perché e chi erano. Il mio obiettivo è quello di esaminare uno dei triagli che ha, sì, Ricco è famoso, lo stile di Chiara nella scienza nuova è famoso per accoppiare gli autori, per metterli insieme in due o in tre, si formano gruppi di giuristi come Zedino, Poffendorfo e Grozio, e una di queste triagli, Berlert, Van El Monte e Cartesi. Allora potete vedere le citazioni in italiano e anche in russo, è una citazione molto interessante perché Ricco, contrariamente al suo solito modo di procedere, discuta qui un problema fisico, il diluvio universale e causa del diluvio universale. Per spiegare la scienza nuova spiega il diluvio con le prove filologiche, e in questo senso è fedele a se stesso, ma qui comunque sta citando, pur criticandolo, pur criticandolo un brano tratto, un brano di argomentazione tratto di questi tre autori. Cosa sta dicendo? Risolute si con il diluvio la terra della parte del sud, sì, dunque il bilancio della terra è stato violato e perciò l'oceano ha sommerso la terra e questo era il diluvio. E ha scrivito questa opinione a questi tre, Berlert, Van El Monte e Cartesi. Se guardiamo nella stereostoriografia e nel saggistico quale erano le interpretazioni di questo brano, vorrei innanzitutto attirare la vostra attenzione sulla prima citazione di due editori di Jean-Baptiste Vio, traduttori all'inglese, stando dicendo dunque che la suggestione vichiana è enigmatica, perché Van El Monte non era cosmologista, non scriveva niente su cosmologia. Ma è ovviamente falso. Se vi rivolgete alle opere di Van El Monte, vi troverete, mi riferisco innanzitutto alla sua opera più famosa, Portus Medicine, il giardino delle medicine, nella sezione dedicata all'acqua, troverete un ragionamento molto estenso proprio sul diluvio universale e sulle ragioni di questo diluvio. Quello che è ancora più interessante è che nella versione olandese di questo testo dunque il ragionamento sul diluvio è molto più prolisso, molto più estenso, invece della versione latina. Vedremo ancora quali sono queste differenze e come avrebbero potuto, dunque hanno potuto influenzare lì. Ma in questa interpretazione dalla parte dei traduttori c'è anche un altro errore. Perché si riferiscono al figlio di Giovanni Battista Van El Monte, Francesco Mercurio, alla sua opera «Credan premeditate et considerate premeditazione» «Super quattor priora capita i libri primi Moisis». Ma ovviamente nei primi capitoli della Genesi non si tratta del diluvio universale. Ho controllato, ci sono solo due riferimenti al diluvio in questo testo e sono fatti a un passant nelle discussioni sui problemi di cronologia. Non c'è niente di sostanziale sul diluvio universale in questa opera. E anche il sovracitato Paolo Rossi dice che in questa citazione quello che importa è Berlitt, mentre Van El Monte era stato ricordato solo per inciso. Se è così o non così, vedremo. Andiamo più avanti e cominciamo con il terzo nome, quello di Cartesi. Perché Vico ha messo insieme questi tre nomi? Si Van El Monte, Cartesio e Berlitt. Nessuno di questi autori non cita gli altri facendo la sua cosmologia, discutendo il diluvio. Vico ha messo in questo caso che vi faccio altrimenti. Nessuno di questa citazione non ci sono stati per russi. Città, che sono stati con cui Vico trafiche con tre autori Tomas e Berlitt e D'Ighiano Baputt e Van El Monte e D'Eghiano и критикует то непонимание причин всемирного потопа, которое не привыкнет. Вика обычно физическими доказательствами и космологическими не оперирует, его философию именуют в философии без природы, но вот здесь он отступает от своего правила. И стремясь описьмить каким-то образом, разные комментаторы исказывали разные соображения, в частности, английские издатели сказали, что это не мог быть и амбартистом аргеном, которого Вика здесь ссылается, потому что он о космологии и о потопе не писал. Но на самом деле он писал, как мы увидим, и они пытались это написать так, что на самом деле его сын, имеется в виду, Франциска Меркурий, но как раз его сын-то о потопе и не писал, тут все равно наоборот. А другой астротетный сын Вика, Пауэлл Росси, говорил, что из этой троицы значение имеет только Берна, это только Иоангий, кажется, с ним был знаком, а Бан Герман здесь также компания просто. Ну, я поэтому решил разобраться, какие все-таки могут быть основания у Вика. Давайте начнем с Картесио. Допустимое, в цumeе, в целях, в тело, в теле, в цели, в целях жанты, если я не ошибаюсь, зло, в целью этот автори, который может быть звенüngром, он истин sprout, и может быть, что-то искренне, какое-то решение декабряное на это дело, Существует листья на лонжевитете и на патриарху анти-дилюбия. Использует листья на лонжевитете Но я не пойду в детали, потому что мы физически не можем сделать ничего. Но почему, если я не говорил о Дилувио, почему я говорил в этой цитации? Потому что Картесия установила, скажем так, один кадр, в котором, по-другому, два автора, Ванельмонте и Берн, потому что он создавал свой способ спрашивания по-другому, 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 по-другому. И такой способ, как можно подумать, который можно сделать, по-другому, 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 В принципе, в начале 4, Картесия-Ортизия говорит, что мы должны считать правой опыте, чтобы объяснить правое нарушение. Далее, это procedение, который основан на ипотезе, и также на функции. Катезио не только фиксировал свою autobiографию, как видит Вико на своей autobiографии, но также фиксировал свою cosmологию, потому что говорит, что он говорит, что он говорит о том, что он не хочет рассказать настоящую историю, но и о том, что он пишет о том, что он решает. Продолжение следует... 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 Декарт к объяснению истинных природ вещей или истинных вещей. И с точки зрения Вика Декарт, в принципе, имел репутацию фантазера. Он обвиняет в том, что он собственную автобиографию строит как фикцию, в отличие от самого Вика, который строит его как историю, и свою философию природы он тоже не только строит как сказочку, как в трактате о мире, что я расскажу вам инфарбе, но и всю прочую свою физику он тоже строит, он ее еще основывает на ложном гипотезе. Торнямось и одессо а Томазо Бернетт Луис-Сессо. Бернетт нон aveva paura di avere una fama, una stima di autore и для романсирования. И, с другой стороны, он затягивает на позиции, которую, у которой, по-другому, уникальная сталь, уникальная снация и литература. Это говорит, что все теории на природе должны быть называемыми романами философских. почему? потому что они инжендиозы потому что это самая капитализация которая действует в философии и в литературе потому что также в романсе как в литературе есть в различных парах и в литературе есть эта армония в литературе и корреспонденция которые могут быть далеко парадоссальными эта идея очень цена как в литературе мы знаем что хорошие оратели хорошие хорошие поэты тянут на самую фон именно в литературе но в литературе мы можем увидеть что эта физика имеет сильную эстетику в литературе в литературе как в литературе 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 мы видим в литературе в литературе в литературе в литературе в литературе в литературе мы видим в литературе 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 и объяснение о дилубии находится в контексте для понятия мистик, который имеет амбицированные мистические. Но в текст летнем мы не видим объяснение технической дилубии, механической дилубии. В текст летнем в тексте оландесе Интересно, я не читал оландский язык, но, может быть, у них были медиации через которые вы можете узнать, как он interpretал оландский язык. И что он говорит? Интересно, да? Да. Это очень похожее на объяснение Бёрдер. Также здесь он относится к университету и к университету, и к университету, и к университету, и к университету. Это тоже присутствует в Бёрдер. Но есть также отличия. Однако, по-английски, университета, университета, не произошла после Бёрдер. Они, по-английски, университета антидилувиальная. Поэтому, мы еще видим, что в этой церкви, университета, 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 в Молдавии, университета, 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 университета. И, по-английски, И, по-английски, это крайне исключение из экспорации, Ван Гельмонте я говорил, что у Ван Гельмонта очень отличаются его голландский и латинский вариант. Если голландский вариант, если латинский вариант, он такой нейтральный, и там в тексте гораздо меньше, в принципе, библейских цитат, и само название его более нейтрально, да, оптус медицины, это сад медицины всего лишь, то вот латинское сочинение называется «Заря или новое рождение медицины», в чем можно видеть прямую отсылку к «Авроре» или «Заре в утреннем восхождении» якобы Берна. И, значит, поэтому оказывается, что у него истолкование потопа, да, оно справляется в мистическом контексте. То есть если у Декарта, да, вообще никакого истолкования потопа не было, а было только объяснение патологического метода, да, у Берна-то было очень подробное истолкование потопа, но оно было помещено в, значит, рамки особой эстетики, да, такой, ну, эстетики, которая охватывает и науки о природе, и литературу, то Ван Гельман оказывается на службе мистики и призвано показать, да, вот эти первоначалы природы, археи, которые творит Бог непосредственно, да, которые, да, описать вторичную причину и так далее. Вот, значит, и для того, чтобы почувствовать контракт, ну, как бы, куда, какой еще выход в этой ученой культуре могла иметь вот эта Ван Гельман по конструкции, я предложил обратиться к Дмитрию Пантемину, да, значит, почти что нашему соотечественнику, есть даже два письма написанных по-русски, у нас как я знаю, вот, но, в принципе, он писал на всех языках, включая там греческий и даже арабский, турецкий, придумал нотацию специальную для турецкого языка на основе арабской графики, вот, и это сочнее, которое я вам демонстрирую, он тоже должен был написать по-гречески, упрекали в том, что он писал по-латыни, тем самым как поддал на откуп безбожному западу, но, значит, да, и вот в нем, значит, для него, для него главный авторитет в Ангелии. «О дементикато де дире, а пропози токиа, ком просто, и вот, значит, и здесь, и эта удивительная конструкция, в которой Ван Гельман выступает, он как бы расчищает путь своей скептической эпистемологии, которая признает только эксперименты данные полученные от чувств, расчищает путь для фаотического благословия, и тем самым для той новой науки, действительно, да, которую Кантемир предлагает, которая должна школьная аристотилизма. И вот последнее риферимент, и да, концентр, это именно Кантемир, как Дон Стуэкон и как-то комплекте и владеет, у него университета, «Ла советующая, а значит, на куриста, это просто плажа, к Ван Гельману, которое сопротивляется, Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok 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 психофизические отношения, психосоматику, которая управляет поведением человека. И в том числе он исследует такие действия человека, которые не попадают ни в категорию чисто физических и инстинктивных, ни являются сознательными, то есть что-то среднее. И вот эта опера, Весенфельдт, континент «Дирекционе пассионум пиналиис». И консилии си репортано ин форма аббастанца генерале, и на категории принципали. Если посмотреть на свое время или на свою область, то можно выплавить или в Butirской пассионе. Обычно Весенфельдт проп offshore-вестиология и медицинская вертикнута этих осилий, подсказать целевые азии с силой и источником поиски, азии, для иного другого другого — и его консультата, и динамирекция, и дальность аккуратнений, огневой отверстия генерале. И он приводит примеры из-за истории антика, которые получают свои поселы более яркие. Например, для провокации, это может быть удобным объектом и псором аддуксу, представить самые вещи, которые намеряют события, которые, в прошлом году, уже в прошлом году, которые уже приводят сильные реакции. Как пример, Весенфельд используется здесь Антонио, который подняет на тоге инсанкената для церемонии фунебрая из Цезаря. И даже женщины, которые живут в отечественные места χ 41-х Весенфельд Ratина, которая нан II. оттягивали объекты реалии, и этот объект не объект физический, но объект морали, это перец из-за их смерти в борьбе с их мужем и их родителем. Поэтому они создавали, как Весенфельд, имя из-за перец из-за перца на его имя. Антиспанно теории Стениславских, Весенфельд говорит, что он автор трагичный, который может показать в более натуральном эмоционе, он может показать на смерти своего ребенка, и он может показать натуральные и не плохие. Если, в будущем, эти имя и реакции следующие были связаны, то, в будущем, эта имя, благодаря отношению к нервам, они привыкли эту первую реакцию. Например, если кто-то обедет нас в голове, мы слышим пыль, даже если нашу менту понимает, что это не факт. Для нас удастся наш друг, который говорит, и он говорит. Это важно для Весенфельд, что, когда мы уверены, что у нас возникает то не происходит никакого дефицит, как когда бомбардированы, например, и у нас к нам дыхает, когда мы смотрим на трагеде, в театре, когда мы читаем ракон в книге. Немножко, мы не можем быть абсолютно свободными от реакции нашего тела, которые следуют лиритацию, как если это было реальное, а не фитизо. В общем, мы можем сказать, что Вико зависит от этой стороны политики, к которым тачат и Макиявелли, и в которой Весенфельд есть раппрезентарь бриллиант, но он обращается и трансформа, и это обращается, как мы видим, как Весенфельд, говорят, о comportании симулятивного эффекта конношентно, но Вико говорят о comportании димустративного эффекта инконношентно или семиконношентно, в любом случае, не разнообразно, и в смысле акцентабельно для нас. Что касается Вико и Весенфельд? Вико в том, что в обе и вещества вещества, которые вещества, это нефть, а анализы, когда вещество не было в центре для отношения социальных. Вико смотрит символы и сега как эффекты демократно, и в силу, когда вещество умножается только вещества, и вещества, и конфузы. И если коротко, значит, у Арнольда Весенфельда есть глава в его книге, которая называется «Об управлении страстями в других». И он дает разнообразные советы, они не все на самом деле интересные. И, например, если хотеть в человеке возбудить какую-то страсть или погасить ее, то иногда полезно предъявить ему некий объект, который до этого прежде когда-то вызывал у него нужную нам сейчас реакцию. И под это все Весенфельд подводит физиологическую базу, и он приводит примеры из античной истории, как положено. Он приводит пример, например, как Антоний надевает окровавленную тогу на похороны Цезаря, и как женщины-собинянки, похищенные римлянами, бросаются, потому что они не хотят расставаться со своими римскими мужьями. Они бросаются в бой прямо между рядами своих сабинских родственников и римских мужей. И тем самым, как считает Весенфельд, они привлекают к доказательству, используют последнее средство, которое они располагают, они привлекают для этого образ грозящей им опасности. То есть он считает, что их поведение в данном случае демонстративное. Ну и Весенфельд обращает наше внимание на то, что мы не можем быть, даже когда мы пребываем в полном сознании, например, безопасности, некоторые жесты, тем не менее, все равно вызывают у нас определенную реакцию. Например, если нам к лицу наш друг поднесет кулак, мы все равно окажемся испуганы, то есть мы не можем, да, мы все равно отпрятываем и не можем до конца быть свободой от этой телесной реакции. Так же, как когда мы, например, смотрим трагедию в театре или когда мы читаем рассказ в книге, да, или когда бомбарды, это для него пример того же ряда, да, бомбарды взрываются где-то вдали и до нас, вдали от нас. Итак, что же роднит Вика с Весенфельдом? Вот, на мой взгляд, то, что, да, Весенфельд, да, между ними есть большая разница в том, что Весенфельд использует и говорит о тех действиях симулятивных, которые совершаются сознательно, а в то время как Вика говорит о действиях демонстративных, которые совершаются или несознательно, или, ну, полусознательно в любом случае так, как мы бы, да, тем образом, который мы бы сознательным не назвали. И что же их сближает, то, что в векианских произведениях вот этот момент, да, анализ поведения человека в эпохе, когда слово не стояло в центре человеческих отношений, в центре социальных отношений, когда в центре этих отношений стояли некие проявления человеческого существа, которые довербальны, да, и при этом являются очень сильными, как некоторые говорят, нуменозными, да. И вот Вика, поскольку он рассматривает, да, символ и знак как эффекты слабости языка и такого умытненного, да, непроясненного еще состояния сознания, вот это для нас важно, да, для нас важны те авторы, которые исследуют психофизические связи, мотивирующие человеческое поведение. И, по причине неизвестные, но только, что, векианских, примитивный, как векии, что веки, веку и, за саду, почти всегда конфликтовой. И, по-другому, темы, которые, как мне кажется, важно рамметать, кем-то, лист веки, веке, на этот секунду и, за саду, веками, да, и, за саду, веки. которые потеряли свои факультеты и почти не могут говорить о языке ума. Немролде приходит с его пополем Бестиони, на территории Калдеи, очень более цивилизаций, и Калдеи потеряно факультет для называемых вещей, как пишет Вико, с их именами, и перейдут от литров магии, как говорится, героглифы, а литров эроики, символы медали и весилии, символи геральдичи, как можно сказать сегодня. Вико говорит, что эти символы были использованы в коммерции и в войне. И их основная функция была выделять свои ценности, определяющие уровни и территории, а также различные ценности. Вико говорит, что эти символы были использованы в коммерции и в войне, которые были первыми мутами, могут общаться с другими людьми, «Партикулярmente loro possono far vedere ai loro inimici, che vogliono avere guerra in loro». Я хочу только привести список тем, которые могут быть задействованы при исследовании примитивной изначальной коммуникации, которая для Вико всегда конфликтна. И первая из этих тем – это тема, которая возникает у Вико в нескольких его сочинениях, это образ библейского гиганта Немрода, который управляет диким народом, это вот викианские бестиони, которые практически утратили свои умственные способности и не могут почти говорить человеческим языком. И вот с этим народом Немрод вторгается в пределы земель халдеев, народа гораздо более цивилизованного, и халдеи, в свою очередь, теряют способность называть вещи, как пишет Вико, своими именами и переходят от магических письмен, то есть от иероглифических, то есть это более высокий уровень развития языка, к письменам героическим, то есть символам, которые наносятся на медали или на знамена, то, что мы бы назвали героическими символами теперь. И Вико говорит, что эти символы были ими используемы в коммерции или в войне. И первая и главная функция этих символов была обозначение собственности, то есть обозначение границ территории, которые принадлежат разным субъектам. И, используя эти письмена, собственно, нации, которые прежде были взаимно немы, да, они могли теперь коммуницировать, но, например, сказать друг другу, что они хотят идти друг на друга войной. Эль секундо факто, ке горе и раментарви, соно ле менсйони delle имаджини ди виоленца, в контесте диверсии, кандо Вико конструише ля история дель дирито романо. Дай, пожалуйста, тринадцатый слайд. Этимология викина дала парола «территориум», потете видеть, да, 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 ле, да, да, ле, да, 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 ге и rolейная попытка были в том, что и такие плевые два бит es разум... Падре и посессону Патрици, убеденца alle леги и alle прискризнанной религией. Ли ордени delle републике интродуссероно в дирито цивилие коммуне violензе и магинес, alcune иммагини для виоленза. В период де трасформации для виоленза привата в дирито публику, это период очень важный период для Вико, потому что наше деятельность романа. Проприо кви, а паре ля фразе помозе, нон ферму су квесту, вот это ведеро, 14-й слайд, пожалуйста. Вторая тема, которая может быть привлечена, это неимоверная жестокость, которой обладают римские патриции у Вико, и особенно в тот период, когда только еще совершается переход от насилия, царящего внутри отдельных семей, к законодательству, собственно, то есть к насилию, которое делегировано теперь только публичным общественным институтом. И здесь Вико приводит всякие примеры. Интересно, что у него происходит такая трансформация от того, что он сначала в ранних произведениях, он будет утверждать, что вот эти самые отцы, то есть патриции, да, они были жестоки, скорее демонстративны для того, чтобы плебсу внушать, да, повиновение законам и религии, а вот в более поздних произведениях он будет, у него люди становятся гораздо более жестокими уже сами по себе. Да, и здесь выникает вот эта самая знаменитая фраза, да, о том, что гражданское право всеобщее младших родов, то есть тех родов, которые после Брута становятся патрицианскими, потому что старшие роды – те, которые до Брута, которые от Рома еще идут. Значит, это самое гражданское право младших родов – это некоторый вид фавулы, да, фавулы, то есть как бы вымысла, да, подражания или же поэмы того права, которое существовало у старших родов. И «Льтерцу факту» и «Патриции Романи» си аскривану ильдерикту эксклюзиву монополистику и для интерпретации, и так далее, си контрапонгленно сяплево. И, defendево этот род исключитель, они учили в парадоссовой стихи, потому что они получили пакет за свой рост, и для интерпретации, и для интерпретации. И, в примере, Марко Курсо, что си джеттой в их форте сяплево, и, в общем, с чём, И, наконец, мы обращаемся к дедикателям нашей страны в две последние редакции «Священство нового», первой, пятнадцатой и шестнадцатой, последовательной ладой. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...